Если чай кому-то нужно, там есть черный и ванчий. Так, не надо нам никакить, чтобы она светилась, все хорошо. Хотя, так тоже было интересно. Ну, в принципе, спросите там народ, оно уже работает. Те, которые в фейсбуке меня увидели, услышали, все хорошо? Сейчас, значит, тогда я эту Севастополь сейчас насветил. Ладно, значит, пока там, да, спросите, напишите там тем, которые в фейсбуке. Видно? Пожалуйста, если видно, там чем-нибудь помашите, смайлик нажмите, сделайте что-нибудь, чтобы я знала, что вы меня видите, и жизнь прекрасна. О, кто-то, да, все, спасибо, замечательно. Хорошо. Значит, давайте тогда, пока мы всех остальных ждем, немножко разберемся, а что, собственно, хотите вы здесь присутствующие. Вот заявленная тема семинара. Я вам расскажу, у меня ваш семинар вот этот. Гляньте, есть уже год записи на флешки от Таня. И боги не привели меня к флешке, к компьютеру. Боги привели меня сюда. Потому что, с первых уст, это информация, которая реально нужна в работе. Я считаю, что это ценнее, чем какая-то запись или онлайн-конференция. И непосредственно работая с вами, и с вами не работая, как бы учащую вас, понимаю, что не бывает ни одного текста, который бы не попал в точку, и какой бы не пригодился в жизни. Ну, для меня вот это. Понятно. Так вам в жизни? Я работаю с людьми, мне это надо по профессии. У меня тоже по профессии, получается. В последнее время мне приходится работать таким, ну, как психотерапевтом. Совершенно верно. Вот я, собственно говоря, почему этот семинар объявила не как обычно семинар для профи, где мы больше внимания уделяем физическим практикам, там, звуковая терапия, какие-то там работы более глубокие с точками и прочее, почему я сказала, что сейчас очень-очень важна именно психотерапия. Очень быстро меняется обстановка. То есть под обстановкой я понимаю то, вот о чем мы с вами чуть-чуть уже поговорили. Тот самый волшебный спин электрона в атоме водорода, который изменил свою вибрацию, он влияет на физические составляющие нашего мира. То есть что это значит для нас? Даже если мы уйдем от всего, что является для конвенциональной науки мистика, это воздействие эмоциональной сферы на нашу физическую составляющую, оставим. Берем чистую научную физику. Наш мозг и наше сердце вырабатывает электричество. Согласны? Вернее, скажем так, неправильно, не вырабатывает. Работает на электричестве. Электрические колебания, испускаемые нашим мозгом, испускаемые нашим сердцем, меняются в зависимости от наших эмоций. И произошла удивительная вещь, которой пока конвенционального, в кавычках, объяснения нет, но мы ее все наблюдаем. То есть вот мы возьмем, скажем, 15 лет тому назад, те, кто уже тогда начал работать с людьми, с человеческим телом, с болячками, с головой человеческой, и возьмем то, что происходит сейчас. 15 лет тому назад к вам обращается человек, у него что-нибудь где-нибудь болит, его что-нибудь психологически беспокоит, вы ему поправили в теле что-нибудь, прописали какую-нибудь таблетку, назначили какие-нибудь травки попить, сказали ему какое-то ласковое слово, он ушел, ему какое-то достаточно долгое время хорошо. Сейчас этого не происходит. То есть пока мы не разберемся с сознанием, чем бы мы ни пичкали тело, как бы мы его ни лечили, ни ни кормили, что бы мы с ним ни делали, ему лучше не становится. И запрос у людей изменился. Вот не знаю, как к вам, а ко мне все больше обращается людей не с физическими болезнями, а именно с психологическими проблемами, потому что люди, начитавшись, насмотревшись, разобравшись, все больше и больше понимают, что пока не отрегулируешь работу мозга, пока не отрегулируешь работу эмоциональной сферы, физическое состояние тела не изменится. О, народ пришел, вот хорошо. У нас я быстренько позвоню жили. Именно поэтому я и хочу с вами поговорить, о том, что как бы с одной стороны вроде всем знакомо, а, поменяя свое мышление, изменится состояние тела. Но с другой стороны, я опять же столкнулась с тем, что огромное количество информации в интернете, огромное количество учителей, просто огромное. И у людей пошло не то, что отторжение. Люди заблудились. Вчера замечательная совершенно фраза, у меня любимая моя показала в интернете, говорит, раньше, до изобретения интернета, предполагалось, что степень невежества и темноты населения связана с недостатком информации. Изобретение интернета показало, что такое предположение было ошибочным. Переизбыток информации приводит к тому же самому результату. И поэтому наш семинар с вами будет посвящен тому, чтобы как-то систематизировать огромное количество информации, которая будет по интернету, и дать вам те инструменты, которые для ваших пациентов или для людей, с которыми вы работаете в сфере бизнеса, не знаю, чем кто из вас занимается, в целительских практиках, для тех людей, с которыми вы будете взаимодействовать, эти техники будут наиболее простыми. Потому что очень высоко духовные рекомендации типа «Приди к просветлению, у тебя все наладится», мы уже слышали. Другу кто показал? Да. Кто показал дорогу? Они показывают очень много дорог, и получается, как в той сказке. Налево пойдешь, голову сложишь, направо пойдешь, коня потеряешь, прямо пойдешь, женатым будешь, и неизвестно, что хуже. Окей. Значит, работаем. Работаем. Работать мы с вами будем таким образом. Мы начнем с того, как помочь человеку понять, кто он есть на самом деле. Я не зря начала рассказ про Дженни, моего учителя. на протяжении всех лет, то есть я ее знаю уже 25 лет, если не больше, на протяжении всех этих лет она постоянно задавала людям один и тот же вопрос, и постоянно говорила, поймите, кто вы есть. И народ отвечал, мы сознание, заключенное в теле. Она страшно ругалась. Как только человек так отвечает, она страшно ругалась, никто не понимал, что же она хочет. Недавно до меня дошло. 25 лет понадобилось. Значит, кто мы есть? Мы есть запрограммированная от рождения система, которая не может работать не по программе. И эта программа нам дана, она у нас есть, она к каждому прилагается. Эту программу можно прочесть, и она дает нам возможность знать, чего ожидать от себя и чего ожидать от окружающих нас людей. Давайте попробуем понять, наибольшее количество психологических проблем, которые ведут за собой стрессы, которые ведут за собой разные болезни, откуда возникают? Из-за страха. Правильно, из-за страха. Страх – источник всех психологических проблем. Какие у нас есть страхи? Страх – быть нелюбимым. Так, страх – быть нелюбимым. Страх одиночества, страх смерти, страх бедности, страх за будущее даже есть. Окей. Значит, страх за будущее включает в себя все, что вы перечислили. То есть, базисный страх человека – это даже не страх смерти. Потому что все, кто к вам приходит, говорят, я боюсь умереть, да? Вы его спросите, а вы знаете кого-то, кто живет вечно? Нет, все умирают. А чего именно ты боишься? Тут выясняется, что он не умереть боится. Значит, он боится либо болезней, которые к этому приведут, или какого-нибудь болезненного конца. Он боится того, что он не знает, что с ним будет, когда он оставит это тело. Или как будут его дети. Да, значит, как будут живут его дети, его там любимые, любимые и так далее. То есть, это не сам страх физического исчезновения. Это, опять же, страх за будущее, что я не знаю, что со мной будет дальше. Да? Или страх быть нелюбимым. Спрашиваем, окей, в данный момент, в данный момент тебя любят? Да, меня любят. А были времена, когда тебя не любят? Да. Были времена, когда меня не любили. Я вижу, да, спасибо. Были времена, когда тебя не любили. Что с тобой было? Ну, у меня было плохо. Что ты боишься? Ну, что у меня опять будет плохо. Ты выжил как-то, когда тебе было плохо? Да. Как? Меня стали любить. Ну, окей, есть шанс, что тебя полюбят опять. Есть. Что ты боишься? Действительно, что я боюсь? То есть, люди боятся того, чего они не знают, не понимают, не могут как-то предсказать и не знают, к каким последствиям это приведет. Ну, естественно, что боли боятся все. Но вот с болью я всегда привожу примеры человека, который учится кататься там, ну, на велосипеде или на роликах. Там все в детстве на чем-нибудь учились кататься. Нет таких людей, которые не учились. И все когда-нибудь в детстве откуда-то падали. Даже просто мы учились ходить. Да, вот ребенок сначала ползает, потом встает на две ноги и начинает ходить. И падает. Что, думаете, ему не больно? Больно, плачет. Но почему-то встает и идет снова. Залезает на велосипед, с которого упал, и едет снова. Но это же тоже больно. Люди, которые попадали в аварию, в большинстве своем, потом садятся на машину. Все равно. Ну, там проходит какое-нибудь время. И едут дальше. То есть мы, оказывается, даже не боли боимся. Чего же мы боимся? И вот то, чем мы с вами будем заниматься на этом семинаре, мы будем с вами разбирать программы, которые помогут нам понять, чего же человеку в будущем ждать, чего ему точно не ждать. Чего никак он не может от себя требовать или от других требовать. А чего может? Потому что все прописано. Сценарий повторяется. Теперь, пожалуйста, вопрос. Вы частично затронули вопрос страха не так, какого страха. Если страх разделять, как страх, допустим, ты боишься будущего, потому что там было когда-то больно. Но если ты, допустим, у тебя, ты не знаешь, что такое боль, а знаешь, что, допустим, ну, там кайфно, чего тебе бояться. И у него нет такого страха. То есть мы боимся будущего, потому что там больно было. Если там будет кайфно... Там не было, было больно в прошлом. Ну да, было больно в прошлом. Да. Вот. Я вопрос не поняла. Да, вы совершенно правильно. Потому что страх и боль, они вместе идут. Если было бы, допустим, за будущее, и там будет кайфно, ну, все бы шли бы и не боялись бы будущего. Вопрос. Вопрос. Это был не вопрос, это было утверждение. Да, конечно. Чем больше у человека опыта, тем больше у него страха, потому что, к сожалению, опыт на этой планете в большинстве своем негативен. В чем был вопрос? Ну, страх за будущее. Ну, ладно, можете... Ну, извините. Окей. У меня просто предложение. Как только есть вопрос, записывайте. Я буду давать время задавать вопросы, и будет вам ответ. Да, пожалуйста, вопрос. У меня вопрос такой. У нас уже много в голове страхов не наших, а, допустим, там, телевидения. Вот мы увидели, как женщина умыла в природах, и потом женщина сидит и боится рожать, у нее там все плохо, потому что... А это не с ней произошло, и не в ее прошлой какой-то реинкарнации, еще где-то. Это вот просто какая-то картинка, которая в бошку так хоп, положилась как на уровне подсознания. И вот с этими страхами они прописаны у нас, эти страхи, в программе? Или это приобретенное не наше? Как вот? Мы статные животные. Человек потому и умудряется выживать, что он умеет, наблюдая за окружающими членами стаи, более-менее понимать, что с ними происходит, и применять это как-то к себе, в плюс или в минус. Значит, весь наш опыт также прожитый не нами. Это наш опыт. То есть, раз мы это испугали, значит, это уже в нашей программе прописано. Нет. Давайте разберемся, что мы понимаем под программой. Значит, вот что вы понимаете, когда вы говорите программа, в которой прописано? Ну, это некоторый путь твой. Некоторые какие-то кармические моменты, ну, я это пословлю. Да, да, да. Которые обязаны случить, или которые ты обязан прожить. Понятно. Значит, и вы считаете, что если мы что-то увидели, оно нас зацепило, мы этого испугались, то это признак того, что в нашей кармической программе, то есть в программе нашей жизни, это событие прописано, и оно неминуемо произойдет. Окей. Скажем так, мое наблюдение за окружающей жизнью не подтверждает данный факт. Я знаю огромное количество людей, которые очень боялись, что они умрут в природах, и с ними этого не случилось. Понятно. Значит, это у них не прописано в программе «Умереть природа». Прописано в программе «Иметь этот страх». Да, что мы же боимся до родов. Понятно, что с нами там... Стоп, секунду, секунду. Еще раз, давайте разберемся с программой. В вашем понимании... Событие не случится. Да. В вашем понимании прописанная программа это череда событий. Событий именно. Событий. Событий. Эмоции, которые мы при этом получаем, чувствуем, это не события. Да? Ну да. То есть, если я увидела по телевизору информацию о женщине, которая мыла в природах, это событие. Да. Прописано ли оно в моей программе увидеть эту информацию? Раз я это увидела, значит, это было в моей программе. Увидеть информацию. Секунду. Да, да. Все правильно. Если я испугалась этого, было ли в моей программе обязательно испугаться? Не факт. Потому что это не событие. Я испугалась там где-то у себя в голове. Могу испугаться, могу не испугаться. Если я испугалась, означает ли это, что в моей программе событий непременно меня ожидает смерть природы? Не факт. Не факт. Ну вот ребенок, смотрите, одна мамаша ему говорит, осторожно упадешь. И он идет и падает. А вторая, она любит своего ребенка, ну и пусть, ну упадет и упадет. Она ему не говорит, и он не падает. То есть, получается, вот в одной форме он не падает. Или падает. Ну, чаще не падают. Нет. Давайте попробуем, опять же, объективно пронаблюдать за окружающей жизнью. Вот мне недавно написала девушка, говорит, ой, вот у меня в жизни были, там она перечисла, три случая, когда я чего-то очень хотела, и вот оно происходило, и я теперь боюсь, что может я оправдаю такой магической силой, что вот я чего-то хочу, и оно происходит, и я теперь боюсь, как бы я вот этим не навредила людям. Там она хотела в одном случае, чтобы там ее мама не уезжала, и значит, мама заболела, и не уехала, там еще в другом, несколько таких неприятных случаев. Она хотела что-то получить, она это получила, но неприятным образом. И все, она сидит трясется, что она теперь великий маг и волшебник, что захочет, то и происходит, но происходит неприятным образом. Я ей говорю, вам сколько лет? Она ей 30 с хвостиком. Я говорю, скажите, пожалуйста, кроме вот этих трех событий, вы когда-нибудь в жизни еще чего-нибудь очень сильно хотели? Я говорю, да. Я говорю, получили? Она говорит, нет. Понимаете, точно так же с падающим ребенком. Я вас уверяю, что вы замечали, мы так устроены, так же, как когда мы смотрим на часы электронные и видим там все время синхронное время, да? Очень многие говорят, ааа, у меня эти знания. Мистические знания. Да нет, ты смотришь на часы 25 раз на дню, но отмечаешь в своем сознании только вот эти синхронные цифры. Они забавные, поэтому ты их отмечаешь. Точно так же вы ходите по улице, где бегают толпы детей и толпы мам. Вы сидите на детской площадке, например, и вы слышите, когда мама кричит, Коля, не лезь туда, упадешь. Коля, естественно, быстро туда бежит, естественно, падает. Или не падает. Если он не упал, вы не обращаете на это внимания. Миллион мам кричит, Коля, не лезь туда, упадешь. Но не все Коли падают. Вы обращаете внимание на момент, когда мама закричала и Коля упал. Точно так же упало еще 20 Коль, но мамы им не кричали. На это вы не обращаете внимания, потому что не было совпадения. Мы так устроены. Это шутки нашего мозга. Есть совершенно потрясающая серия фильмов. Я говорю про это на всех моих семинарах уже пару лет. Фильм называется «Мозг» Дэвида Игельмана. Шесть фильмов. Дэвид Игельман «Мозг». Заходим в YouTube и смотрим все эти шесть фильмов. Они длинные. Дэвид Игельман «Мозг». Мы сейчас с вами живем в очень интересное время. Благодаря электронике, которая у нас есть, ученые получают данные о нашем мозге, которые никогда раньше невозможно было получить. И если мы хотим, как психологи, как целители, работающие с людьми, просто как персоналити, которая хочет сам себя понимать, мы хотим лучше коммуницировать с собой и с окружающей жизнью, эти фильмы необходимы. Это вот из серии того, уменьшается ли количество невежества в окружающем мире при наличии информации. Нет. Если информация не пользуется, невежество не уменьшается. Наш мозг так устроен. Ничего не сделаешь. Это пошло, это плоско. Мы так устроены. Мы замечаем совпадение и дальше делаем выводы из совпадений. Это абсолютно не означает, что не существуют связи между матерью и ребенком. Это абсолютно не означает, что мать своим страхом не влияет на биополе и, соответственно, на мускульный аппарат ребенка. Связь существует, означает, влияет. связи между людьми существуют. Они очень сильные. Мы все влияем друг на дружку. И физически, и психологически. Вернее, психологически и физически. Но отвечая на ваш конкретный вопрос, непременно ли, если мама упадет, если мама ему крикнет осторожно, нет, нет такого закона. Окей? То есть, если мы долго будем что-то оккубаторить в голове, оно может ухудшить наше состояние. Потому что даже мысли ожидания не вызывают спазм сосудов. Совершенно верно. И вот тут интересный момент. В кабале есть такой феномен. Там сказано, что если в течение сорока дней постоянно говорить человеку какую-то фразу, ну, например, ты дурак, ты дурак, ты дурак, или наоборот, ты здоров, ты здоров, ты здоров, когда вечер, да? То это меняет его состояние. На этом в принципе... А? Теория двух тысяч числов. Две тысячи раз я читала, что ли? Что-то как-то цифру, надо на ее проговорить. Примерно так и есть. Закрепилась. Вот. Значит, и мы с вами будем на этом семинаре разбираться также с тем, что называется гематрия. То есть, как звуковые колебания влияют на наше электромагнитное поле, на наше мышление, на наше сознание, на наше биополе. Все есть волна, все есть звук, все есть число. Мы живем в программе. Программа основана на числах. Все измеряем. И знания о воздействии числа на эту программу, о проявлении, вернее, чисел в этой программе, эти знания существуют тысячи лет. Периодически они забываются, периодически они всплывают снова. И мы с вами на семинаре как раз и будем разбираться, как использовать вот эти знания, как все это просчитывать. То есть фактически наш семинар больше всего будет напоминать семинар по программированию, скажем так. Сразу говорю, не спрашивайте меня, можно ли перепрограммировать свою программу. В течение семинара вы поймете ответ. Я сейчас не скажу, можно или нет. Потому что вопрос о перепрограммировании подразумевает, что что-то запрограммировано неправильно. А чтобы знать, что правильно, а что неправильно, нужно иметь точку отсчета. Апгрейд, наверное, можно сделать. Это то же самое. Улучшить, перепрограммировать, апгрейд, это значит, что что-то неправильно. Или что-то плохо. Нам нужно иметь точку отсчета, чтобы знать, что плохо, что хорошо. Вот смотрите, например, то, что мы сидим тут, а не в зале. Это плохо или хорошо? Мне очень удобно. Я вообще все замечательно. А до того, сколько было переживаний. Окей. До сих пор вопросы есть? Нет. Хорошо. Тогда будем разбираться с программой. Да, еще в момент, когда понадобится перерыв, пожалуйста, говорите мне, да? Потому что я сама не остановлю, если меня не пристрелится. Окей. Значит, давайте разбираться с базой. Что же такое наша программа? Рождается человек. Человек рождается в определенной семье. В которой уже сложились определенные эмоциональные отношения. Правильно? Да. Как вы думаете, эмоциональная сфера окружающего человека на самом раннем периоде формирования его сознания, его восприятия жизни, будет на него влиять? Конечно. Еще внутриутробно будет. Еще как и уже внутриутробно. Значит, есть очень интересное исследование, опять же в этом фильме Игельмана. Есть исследование очень печальное. Например, дети, которые во времена Чаушеску попали в детдома в возрасте грудничкового и до 3-4 лет, ими просто никто не занимался. Они жили как зверушки. Кормили, но не более того. И потом их приняли в семьи, их усыновили, удочерили. И какими бы способами ни пытались поднять их интеллектуальный уровень, их уровень взаимодействия с окружающим миром, это все равно не удалось. То есть не удалось вывести их на уровень обычного среднего, скажем, американцев, французов и итальянцев, что они попадут в разные семьи, в разных странах с хорошим уровнем жизни. Потому что то, что закладывается в человеке на этапе формирования основ его взаимодействия с окружающим миром, оно не меняется потом на протяжении всей жизни. Это надо знать, и с этим надо научиться жить. Сколько лет? Три года? Где-то от момента формирования слухового аппарата, то есть еще внутриутробно, где-то примерно с пятого месяца уже начиная, четвертый-пятый месяц, и... Внутриутробно. Внутриутробно. Вот. И далее, где-то до трех, иногда даже до пяти лет. Ну, до трех лет точно. Опять же, очень интересная история. В принципе, эти истории известны. Но вот это очень яркая история о том, как одна женщина, она была замужем за очень талантливым композитором, она была беременна от этого композитора, но еще до рождения ребенка, они с мужем расстались. Очень часто этот композитор написал для нее музыку, играл ей эту музыку на фортепиано, но вот еще до рождения ребенка. Потом они расстались. И вот когда ребенку было пять лет, он уже где-то с трех лет интересовался фортепиано стоящим в доме, его отдали учиться музыке. И вот ему было пять лет, и мама на кухне слушает ребенка, и ленькает на фортепиано. Он наигрывал мелодию, которую играл отец до рождения этого ребенка. И когда мать спросила его, откуда ты знаешь эту мелодию, я сказала, я ее не знаю, она всегда была у меня в голове. И тоже очень часто объясняются какие-то проблемы взаимоотношений маленьких детей с ближайшими родственниками, кармическими связями, прошлыми жизнями. Это все гораздо проще. Я не отрицаю всего этого, мы об этом поговорим отдельно. Но все может быть гораздо проще. Есть ли у мамы плохие отношения, скажем, со свекровью? Мама беременная регулярно ругается со свекровью. Когда мама ругается со свекровью, что вырабатывается у мамы в теле? Какие гормоны? Гормоны, да? Нет, документы гормона довольствия. А вот кортизол как раз гормон стресса, да? Как себя при этом чувствует ребеночек в животе? Плохо, напряженно, он чувствует мамино сердцебиение, у него смол. В общем, это дискомфортное состояние. Что он при этом слышит? Он слышит голос своей бабушки. Да, голос мамы и голос бабушки. Команда фасоль. Да, но он рождается. Бабушка подходит к нему, чикапа-бапа-бапа-бапа. Делает ребенок. У них кармическая плохая связь. Да нет, чистая биохимия. Я не отрицаю, что у них кармическая плохая связь. Тоже может быть, одно другого не исключает. Ребенок защищает маму. Ребёнок себя защищает. Ему на маму как-то в этом возрасте не очень. То есть, получается, внутриутробно у него сложилась инграмма, как это называется? Совершенно верно. Паттерн, поведенческий паттерн, потому что он, как собачку, которую дусируют негативно, он слышал голос этого человека, он ощущал физический дискомфорт. Но там же внутриутробно голоса не слышал по-другому. Кто-то не слышит по-другому, он по-другому звучит. Прекрасно слышит. А не слышат прекрасно, но звучит он иначе. Ненамного иначе. Я вас уверяю, что так, как звучит голос по телефону, и так, как звучит голос в реальности, ну вот примерно одно и то же. Там не так много этой воды. Если вы приложите ухо к стенке, вы всё равно услышите, как кто-то там где-то разговаривает. Ещё раз, я не отрицаю кармических связей. Я не отрицаю прошлое. Я вообще ничего не отрицаю. Зачем? Я просто стараюсь искать те объяснения, которые помогут нам в дальнейшем налаживать отношения людей между собой и людей самими с собой. Потому что мои кармические связи из позапрошлой жизни я уже не могу изменить. А вот понять, что этот человек меня бесит, потому что, когда я там была у мамы в животике, я слышала эти скандалы, это я могу понять. И это я могу изменить. Я могу себе сказать, окей, так это не моё. Это вообще их отношения с мамой. У меня с этим человеком совсем другие отношения. И всё сразу как-то полегчало. То есть мы так устроены, люди, когда мы себе что-то объясняем, нам с этим становится легче жить. Сам всё уговорить. Просто объяснили. Сегодня тоже у меня есть переписки. Я на протяжении лет трёх рассказывала моей подруге, которая там очень переживает, что у неё денег нет, денег нет, денег нет, денег нет. Я рассказывала о моём договоре со Вселенной, что сколько с точки зрения Вселенной мне надо, не с моей, с точки зрения Вселенной. Сколько мне надо, столько у меня есть. Значит, я подстраиваю свои желания под имеющиеся возможности. А не переживая за того, что мои возможности не удовлетворяют моих желаний. Я это рассказывала три года. Сегодня она мне пишет. Ты знаешь, я посмотрела такой крутой вебинар по психологии. Там мне сказали. Чего вы паритесь, если у вас нет денег? Вы же с голоду не умираете. Значит, просто подстраивайте ваше желание под то качество денег, которое у вас есть. Я это поняла и успокоилась. В своём роду пророков нет. Дело не в этом. Она просто овен. У меня безнец такой же. Не надо. У меня родственница. Ей 50 раз надо одно и то же. Причём вот она была на нашем семинаре. Ей Таня сказала, что вправляются позвонки и грыжа уходит. Я ей несколько раз говорила. Потом через какое-то время, ты представляешь, грыжа-то, оказывается, если вправлять позвонки, то уходит. Я говорю, да надо же. Ты же сам. Ну да. То есть о чём это говорит? Говорит, что пока человек сам не дойдёт до какой-то мысли, мы можем её передавать многократно, она всё равно не доходит. Почему? Вполне возможно, что мы использовали неправильный канал передачи. Если мы знаем программу, мы знаем, какой канал передачи у человека главенствующий, то мы, соответственно, можем использовать этот канал передачи, и для человека он идёт быстрее. Или мы сами поймём что-нибудь быстрее. Значит, мы с вами возвращаемся к истокам. Человек рождается уже с определённым заложенным поведенческим паттерном, который определяется атмосферой, в которой он рождается. Да? Это заложено, это нельзя изменить, это надо знать и научиться с этим жить. Дальше. Человек рождается с определённым темпераментом. Это очень хорошо видно, например, на близнецах. Когда рождаются двое детёныши, близнецы, они обычно очень разные. Даже если это однояйцевые близнецы, они внешне очень похожи, они очень разные по темпераменту. В общем, если зайдёшь и смотришь, там один уже везде поползал, уже всё собрал. Второй сидит. Второй сидит. То есть, оказывается, темперамент тоже заложен. Какие у нас есть темпераменты? Холерик, сангвиник, флигматик и меланхоник. Значит, соответственно, если человек... О, я по-другому скажу. Давайте подумаем. Вот мы живём в мире, в нашей цивилизации, европейскую цивилизацию я имею в виду, да? Мы живём в цивилизации, в которой надо вставать в определённое время точно по расписанию идти на работу. На работе необходимо преуспевать двигаться по карьерной лестнице. Ответьте. Ладно, всё, теперь будете на связи. Хорошо. Вот, значит, двигаться по карьерной лестнице, потому что чем больше ты двигаешься по карьерной лестнице, тем, соответственно, ты больше зарабатываешь денег. Деньги дают качество жизни, да? Значит, вставать надо утром, желательно, ну, кроме тех, кто по расписанию работает ночные смены, нужно вставать рано утром, быстро организоваться, доехать на работу, там поработать, вернуться домой, делать необходимые дела, и всё нужно успевать, да? Скажите мне, пожалуйста, какой из темпераментов наиболее подходит для такой жизни? Сангвиник, наверное. Конечно, сангвиник. Конечно, сангвиник. Сангвиник-интроверт или сангвиник-экстраверт? Экстраверт. То есть, кто такие сангвиники-экстраверты? Это люди, которые могут жить по расписанию, им это нормально. Это люди, которые могут вращаться постоянно в больших коллективах, им это нормально. Которые могут ставить цели и добиваться этих целей, им это нормально. Они с этим себя хорошо чувствуют, правильно? И так устроен наш мир. То есть, получается, что среда, в которой мы живём, общественная среда, построена одним-единственным типом. Сангвиниками-экстравертами. А у нас ещё есть меланхолики, холерики и флегматики. И у нас, в добавок, есть ещё интроверты. Да? Но это же современные, раньше же не так было. Нас не интересуют раньше. Нас вообще не интересуют раньше. Мы живём сейчас, и у людей сейчас проблемы. Сейчас он в Индии или где-нибудь в Малайзии. Там тоже как-то совсем всё по-другому. В Латинской Америке, на Кубе, там вообще красота. Там просто лафа, Милан, этим флегматиком. Только так. Окей. Оказывается, что мы живём в мире, построенном одним типом людей. И как вы думаете, комфортно ли будет жить в этом мире всем остальным? Не совсем. Не совсем. Значит, современными установками, что требуется от каждого человека, чтобы он под этот мир подходил. Подстраивался. Подстраивался. И считается неправильным, если ты не можешь подстроиться под этот мир. Это считается неправильным, тебя надо лечить. Тебе нужно сходить к психологу, там тебе нужно пройти какие-нибудь тренинги. То есть тебе нужно срочно себя переделать, чтобы встроиться в этот мир. А в песне по-другому поётся. Совершенно верно. Песня по-другому поётся, потому что, как мы только что сказали, есть биологически заданные параметры человека. Он рождается с разным темпераментом. Это врождённые вещи. Мы не можем переделать темперамент. Мы можем научиться сосуществовать с миром, созданным для сангвиников-экстравертов. Но мы не можем изменить наш темперамент. Давайте представим себе семью, в которой, предположим, мама сангвиник-экстраверт, а ребёнок какой-нибудь там меланхолик-экстраверт. Или флегм... О! Пусть он лучше будет флегматик-экстраверт. Знаете, что будет с этой мамой? Не с ним. С мамой. У тебя глаз будет дергаться. Ну, всё. У мамы будет взрыв мозга, разрыв шаблона, она будет биться головой об стенку. Он совсем другой. И он очень сильный, потому что флегматики, они сильные. Они по силе ближе к сангвиникам. Значит, соответственно, мы с вами будем достаточно глубоко разбирать вот эти психотипы. Не психотипы, извините, а темпераменты. Флегматик-сангвиник-хагерик-меланхолик. И мы с вами будем разбирать, как на эти темпераменты накладывается интровертность и экстравертность. Как эти темпераменты взаимодействуют между собой. То есть, чего им ждать от себя, чего им ждать от взаимодействия с окружающими их личностями. Как им вообще понять, кто они есть. И как им, исходя из заложенной в них природы, поняв, кто они есть, как говорит Женя, научиться наименее болезненно и травматично для себя существовать вот в этом мире. И, соответственно, не травмировать окружающих их людей по возможности. До сих пор вопросы есть? Нет. Хорошо? Сложнее всего с холериками будет, да? Понимаете, сложно не с каким-то одним психотипом. Вернее, темпераментом. Сложно, когда ты не знаешь программу. Когда ты не знаешь, чего ждать. Потому что ты знаешь, чего ждать. Ты знаешь, как с этим взаимодействовать. Так что мы не можем сравнивать, с кем сложнее, с кем легче. Мы можем только сказать, что мир, построенный сангвиниками, был бы для них оптимален, если бы в этом мире не жил никто, кроме них. Сангвиники тоже умничаются. Представляете, она, там, скажем, начальница на работе, она сангвиник-экстраверт. И у нее работает какой-нибудь супер-пупер-гениальный программист, меланхолик, интроверт. И она регулярно бьется головой об стенку, потому что вот сегодня он пришел вовремя, и все знает, и все умеет, а на завтра он сидит в глубокой печали, у него ничего не получается, и это нельзя никак вот вычислить. И она его там пытается стимулировать всякими зарплатами, выговорами и прочим, а он никак не стимулируется. Знаете, как ей начальница, которая должна отвечать, там, перед другим сангвиником-экстравертом, с вот таким вот жить и работать. А выглядеть нельзя умной, потому что очень. Так что всем не сладко. Вообще эта планета устроена так, чтобы скучно, легко и спокойно не было никому. Есть другие? Да. Да. Много. Но на этой планете причесть такая печальненькая, но зато сразу развеивает все иллюзии на тему того, что будет хорошо. Там, в бесконечном свете, где блаженство, плавают души. У них там вечный свет, все хорошо, поэтому скучно. Одна душа говорит, «Ай, я такое слышала! Есть такая планета! Там такой аттракцион, такой аттракцион! Мы такого никогда не видели! Страдание называется! Хочу узнать, что это!» Ну, другие души говорят, «Да, интересно, давай, давай, полетели вместе, мы тебе поможем ощутить, вот узнать до конца, что это!» И они так собираются, дружно летят на эту удивительную планету, рождается эта душа, которая хотела изучить страдания, и ее подружки души рождаются, там одна рождается ее мужем-алкоголиком, другая ее дочкой, проституткой, третья ее сыном-наркоманом, она же хотела изучить страдания, а никто ничего плохого никому не делал, она просто хотела изучить страдания. Я всегда привожу пример, когда мы начинаем переживать, что здесь все как-то не так устроено, я привожу пример, что тут произошло, ага, все хорошо, значит, приезжают какие-нибудь американцы из Манхэттена, там банкиры, служащие, хорошо зарабатывают, у них много денег, давайте посмотрим, они тратят сумасшедшие деньги на билет, они тратят сумасшедшие деньги на оборудование, они эти деньги зарабатывали много, они тратят сумасшедшие деньги на то, чтобы нанять там про бедняка, какого-нибудь шерпа. На эти деньги целая деревня шерпов могла бы прожить совершенно хорошую, счастливую жизнь, а они тратят эти деньги, чтобы погибнуть под какой-нибудь лавиной, или сломать себе там какие-нибудь руки, ноги, шею, и они знают, что они могут погибнуть под лавиной, или сломать себе руки, ноги, шею, вот все эти альпинисты безумные, да, они же это знают, и они тратят на это деньги. Здоровые, сильные люди специально оставляют свой удобный, теплый дом, чтобы ехать за 3-9 земель и, возможно, там погибнуть, или очень сильно покалечиться. Зато столько эмоций прожить. О! Так вот с нами со всеми то же самое. На этой планете предусмотрена программа неприятности, боль, расстройства, печальки, для того, чтобы мы проживали массу интересных эмоций. То есть, по сути, мы такие все любопытные души из рая блаженства решили развлечься. Да, у нас тут такое развлечение. Все хотят обратно в блаженство. Ну, блин, серьезно, не встречалась одного короля, еще раз было так же. Совершенно верно. Не, ну, есть такие, которые еще раз, еще раз, еще раз, бодхисаттвы называются. Есть такие, ребята. Никуда, говорит, не уйдем, пока всем не будет хорошо. Так как здесь, в принципе, не будет хорошо, так они здесь и вертятся. Окей. Значит, соответственно, когда к вам приходят пациенты ваши, говорят, ну, как же так, несправедливо. Вот как бы сделать так, чтобы было хорошо? Я очень жестокий человек, поэтому я всегда моих пациентов настраиваю на то, что будет хуже, чем сейчас. Как правда, в глаза срезают. Да. А это очень продуктивно. Потому что, если ты говоришь человеку, не переживай, у тебя все наладится, все будет обязательно замечательно, вот все, когда-нибудь все будет очень хорошо, а оно не налаживается, не налаживается, не налаживается, не налаживается. Что испытывает человек? Разочарование. Если ты говоришь человеку, ты знаешь, давай проверим вариант, когда случится самое плохое, что ты можешь предположить. И что ты будешь делать тогда? И когда мы проигрываем вот этот вариант, самого плохого, все остальное, которое случается, оно уже не такое плохое оказывается. То есть не надо думать позитивно. Не надо ожидать лучше. Потому что это приводит к разочарованию и к бессилию. Ну, нужно думать продуктивно и ожидать худшего. Да? Молись о мире, но готовься к войне. И тогда пока у тебя мир, ты проживаешь этот мир и наслаждаешься этим миром. А не думаешь о том, что ой-ой-ой, хочу, чтобы было хорошо, а вдруг будет плохо. Уже да, реши, будет плохо. На самом деле люди не любят думать о том, что однозначно, непременно будет плохо. Они любят тешить себя надеждами. Ну, плохо же это понятие относительно. Конечно. Конечно. Вот об этом у нас и будет разговор. Ну, кому-то плохо, а кому-то же от этого очень хорошо. Мы разговариваем о том, кому плохо. Только о нем. Окей. Значит, соответственно, мы с вами разберем темпераменты и взаимодействия между собой, законы, по которым строятся эти взаимодействия. Мы разберем способы общения экстраверт-интроверт. Дальше. У нас еще есть каналы восприятия. Да? У нас есть визуалы, аудиалы. Вот я сейчас, к сожалению, в основном радую исключительно аудиалов. Но, дорогие визуалы, не волнуйтесь, мы сейчас все напишем, все покажем, все будет понятно. Значит, есть визуалы, есть кинестеты. А их будем радовать. Будем кинестетов радовать обязательно. Это под действием? Вот кинестеты – это те ученики, которые больше всего ненавидят учителя. Не болтай ногой. Не крутись. Не ерзай. Что ты прыгаешь на месте? Сядь и послушай меня спокойно. И как только он сел и слушает ее спокойно, все, у него-то все перекрыло, выключилось. Не работает. То есть, он воспринимает информацию, когда двигается. Да, ему надо там чуть в руках крутить, ходить, махать. Ну, хоть как-то. Да? Что-нибудь трогать там. Блок на блок переворачивания. Вот сегодня я ехала в автобусе до самолета. Ну, знаете, эти в аэропорту, в автобусы. Стоит малыш. Где-то, наверное, восемь. Вот эта вот палка, за которую держимся руками. Да, вот он тут у меня стоит внизу. Тут моя рука. Вот, и что-то папа ему вещает этому малышу. А он, ему никак не двинутся. Потому что все вокруг людей с людьми зажато. Вот, где-то, чем он может двигаться, он может двигаться этой рукой. Он что-то папу спросил, и папа ему там что-то объясняет, про самолеты, там, про то, как чего летает. И я, значит, смотрю на лицо этого малыша. Он изо всех сил силится понять то, что говорит папа. Но явно не проходит. И тут он набрел на мою руку. Он занят папой. Он набрел на мою руку. Он меня цап за руку. И все. И он нашел, что крутить в руках. И у него сразу взгляд просветлел. Он даже не собрался, что это вообще рука живого человека. К тому же на него еще не действует запрет взаимодействия с чужим телом. Да, мы же вообще-то все приматы. И нам, приматам, очень важен грубник. Нам очень важно друг другу ручками трогать. Сразу всем от этого хорошо. Ой, Затюка, хорошо. Это все-таки примат. Да. Но, опять же, наша цивилизация накладывает на нас запреты на тактильный контакт. Очень много запретов. А на него еще он маленький. Ему еще как бы не рассказали, что это плохо. Потому что маленькие дети, они когда кому-нибудь бросаются с обнимашками, все счастливы. Почему-то если вот ему три года он бросается с обнимашками, все счастливы. Любая женщина счастлива. Ой, ты охлетка его обнял. Если ему тридцать, он бросается с обнимашками, она как-то странно реагирует. С какими я обнимашками? Вы едете в транспорте, какой-нибудь такой красавец с бородой вас там за ручку. Если бы не была замужем, наверное, отреагировала до кого-то. Это ограничение не в цивилизации. Как? А что? А замужем это не цивилизация? Все ограничения цивилизации. Окей. Значит, соответственно, у нас есть экстраверты, интроверты, визуалы, аудиалы, кинестеты. И в разных источниках они называются по-разному. Где-то интегралы, где-то дигиталы. Где? Это кто? Это те, которые воспринимают мир через мысль. То есть сначала надо осознать, а потом уже он может воспринять. Кинестету надо щупать, двигаться, трогать, тогда он может воспринять информацию. Визуалу надо, чтобы картинка была выстроена. Аудиалу нужно, чтобы звучало хорошо, и объяснения были красиво выстроены приятным голосом. А интегралу надо собрать логическую схему, и тогда он поймет, о чем речь. Как философ какой-то такой? Ну, типа, в некоторых источниках говорится о том, что интегралы – это зажатые кинестеты. Что у них что-то происходило в жизни, в результате чего им приходилось очень сдерживать свои эмоциональные и физические проявления. И поэтому они зажались, закрылись, и стали все воспринимать через логику. Ну, я не могу на сто процентов с этим согласиться, просто из наблюдений. Слушай, какой мне секрет раскрыли? Я теперь понимаю, почему, когда с таким человеком холистический массаж или что-то такое делаешь, он меняется колоссально. Вот, видимо, его через это и надо распаковывать. Через прикосновения. Через прикосновения, об этом сейчас поговорим, потому что зависит от того, кошка он или собака. Ох ты! У нас теперь, значит, помимо всего, что я вам уже перечислила, записали, я надеюсь. Не записали? Давайте еще раз запишем. Хорошо, давайте еще раз запишем. Танечке надо будет как-то организовать на завтра что-нибудь, о чем можно просто ручкой писать, да? Плокадо, ну, ватманский лист и фломастер. Что есть в этом точно только? Где есть ватманский? Нет, не ватман, а фломастер. Фломастер, ну, на обоих как-то. Нет, понятно, ватман, я поняла. Да, то есть ватманские листы, чтобы можно было писать, чтобы визуалы тоже радовались. Окей, значит, инструкции, да? Инструкции к человеку включают в себя знания О. Инструкции к человеку включают в себя знания О. Двоеточие. Первое. Темпераменте. Холерик, сангвиник, шлигматик, меланхолик. О типе восприятия. Визуал, аудиал, кинестетик. Интеграл. О типе восприятия. Визуал, аудиал, кинестетик. Интеграл. О способе коммуникации. Интроверт. Экстраверт. О среде, в которой проходили ранние этапы жизни. Ранние этапы жизни. Внутриутробное развитие. От нуля до трех. Дальше. От рождения до трех лет. От пяти лет. Потом от трех до пяти лет. От пяти до семи. И от семи до девяти. Это самые важные этапы. От семи до скольких? Каждые два года. От пяти до семи. От семи до девяти. Опять до семи до семи до семи до семи. Почему это так важно? Есть замечательный совершенно психолог Андрей Степанович Валявский. У него есть несколько прекраснейших книг. Одна из книг называется «Восьмеричный путь к счастью». Андрей Степанович Валявский. «Восьмеричный путь к счастью». Это книга, да? Да. И еще одна прекрасная книга, которая необходима тем, кто, в принципе, работает в силу специфики своей деятельности с детьми. Это могут быть как психологи, так, не знаю, учителя, или там тренеры какие-нибудь, просто мамы, папы. Книга называется «Развивающие детские игры». Он же авт. Да. «Развивающие игры». По-моему, так называется. Я проверю, будет перерыв, я проверю, скажу вам точное название. Но автор, по-моему, уже у него на сайте это есть. Вот. Потому что то, о чем он говорит, он, в принципе, физик по образованию, первому своему образованию. И то, о чем он говорит, это о возможности через игру синхронизировать взаимодействие между правым и левым полушарием, что облегчает детям разных психотипов, разных темпераментов, интеграцию в этом сингвистическом экстравертном мире. Я сейчас столкнулась с этим. В садиках появились новые игрушки, где они одновременно разные вещи делают. Да, 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 да. Двумя руками. Вот это вот его. Это его вещи. Там это основано на золотом сечении, на спиральных всяческих движениях. Вот, вот, вот. В хороших садиках у нас сейчас это появилось. Вот, вот, вот. У него есть целая серия таких игр, всяких таких складных пазл. Очень интересная работа у него. Окей. Значит, он говорит о том, что человек это как сад. То есть, если вы посадили, не знаю, семечко тыквы, огурец не вырастет. Вырастет только тыква. Значит, то, что было посажено в возрасте от нуля до трех, то вырастет потом в возрасте от трех до пяти. То, что было посажено в возрасте от трех до пяти, то вырастет от пяти до семи и так далее. Но можно сделать прививку и получим улучшенный сорт. Совершенно верно. Но ждать, что у нас все-таки из тыквы получится огурец, это вряд ли. Но улучшенный сорт вполне. А гурдыни уже есть. А гурдыни. Серьезно. Есть масса всего интересного. А вот смотрите, вот поэтому дети... Я прошу прощения. Давайте будем записывать вопросы. Окей. Дальше. Пишем программу. Значит, следующее это психотип. Сведения о психотипах. Разные психологи говорят о разных психотипах. Есть замечательный сайт, который называется 16 персоналити. Там очень все красиво и подробно расписано. Аж о 16 психотипах. Есть... Как же... Как же... По-моему... Он на русском есть. Окей. Сейчас тоже посмотрю на перерыве. Скажу, вдруг вылетела из головы фамилия очень хорошего автора, у которого есть такая очень специфическая именно для клинических психологов составленная градация персоналити, где он говорит об эпилептоидном типе, шизоидном типе. Но такие слова даже вот в простом общении упоминать не надо. Что вы скажете вашему пациенту, ты шизоидный тип. Понимаете, да? А я говорю, как у тебя эпилептоидный. Да, да, да. Не пролетит тебе. На самом деле это не про болезни. Он просто такими страшными словами описывает определенные типы поведения. Это не психиатрия. Но как бы описывает очень подробно, красиво и хорошо, но я бы не рекомендовала использовать это в повседневной практике. И ваша покорная слуга, так как я люблю все минимизировать и делать максимально просто, то я добавляю туда четыре психотипа основных, о которых я регулярно на всех семинарах говорю. Значит, это психотипы для мужчин, которые мы условно назовем, Нарцисс, Хороший сын, Доминант и Свободный художник. И для женщин Принцесса, Золушка, Также Женщина-Доминант или Мать-Рода и Свободная художница. И они тоже не меняются? Ты не можешь вырасти из Принцессы в Доминантах? Нет. Все эти вещи не меняются, мы с ними родились, они у нас заложены. И надо научиться с ними жить. Теперь давайте посмотрим, что у нас получается. Вот, предположим, у нас может быть человек. А, мы там еще не написали по энерготипу кошка, собака, вампир. Все внутри? Вот там так получилось. Значит, по энерготипу кошка в кавычках, собака в кавычках, вампир. Тоже в кавычках. А почему такие названия? Все объясню. Мы с вами будем проходить подробно по всему. Мы сейчас с вами пишем схему того, с чем мы будем работать. То есть мне надо вас сначала напугать, а потом сделать, чтобы все было просто. Теперь давайте посмотрим, глядя на вот эти ваши записи, что у нас получается. Например, вместе в одной квартире живут человек из, ну, скажем, семьи, в которой его холили, все разговаривали друг с другом, там, чуть ли не шепотом дома не было, там, ни мата, ни каких-то громких криков, все было за дверью под деялом. При этом этот человек интроверт, при этом этот человек холерик, при этом этот человек визуал и золушка. И, значит, так получилось, что вот родился у нее ребенок, у этой золушки, а они там, не знаю, пережили какую-нибудь войну где-нибудь на Донбассе, не дай бог. Да? Со всеми окружающими последствиями. И вот этому, значит, ребенку, который переживал всю эту войну, скажем, в возрасте, там, от трех до пяти, ему сейчас какие-нибудь 10-12. Вот папы нету, она с ним одномается. Ребенок – экстраверт, доминант, кинестет и кошка. Да? И вот как им жить вместе? Массаж. Только массаж, моза, на прямую. Все, все, массаж. Вот, то есть, вот эти соединения, как с этим жить, что вы, как люди, к которым обратятся за помощью, сможете порекомендовать, как прочитать программу каждому человеку, вот это то, чем мы будем заниматься. Дальше мы с вами будем заниматься тем, а как же этой программе сделать, как правило сказали, апгрейд, справедливую прививку. Значит, что мешает человеку, даже когда он уже понял свою природу, кто он есть, да? Вот, например, она поняла, что она там меланхолик. А что такое меланхолик? Как живет меланхолик? Страдание. Не всегда. Ну, ничего так. Тоже не всегда. У него волны. У него тогда все не всегда. У него все не всегда, совершенно верно. У него волны. Самая лучшая иллюстрация того, как живет меланхолик, это песня Арамиса из «Трех мушкетеров». Я вам сейчас ее поставлю. Секундочку. Поняла, какую песню. Поняла, какую песню. Да, 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 да. Как это сделать? Побромче. Маги чувствуем, талант. Дерусь им раз я на неделе. Но лишь тогда, когда задели, когда вы честь мою задели. Ведь право я не дуэлян. Она отсюда звучит, я не знаю. Сейчас я дуэляю. Сейчас я дуэляю. Сейчас это ласка. Сейчас я дуэль. Его ты создал, преумелый. Но дал мне шанс исправить дело, Хоть право я, не дуэля. Хоть право я, не дуэля. Сангвий Куис. Экстраверт. Нарцисс. Но всегда всё не на сто процентов. Не факт. Какой смешной фильм. Я предлагаю, когда вы не знаете, что за темперамент у человека, проводить очень простой мысленный эксперимент с этим человеком. Я же люблю, чтобы всё было просто. Я же всё для ленивых. Эксперимент такой. Расскажу, потом можете записать. И, наверное, сделаем перерыв, потому что мальчикам вредно сидеть на попе так долго, это ещё и в тепле. Как рассказывает господа Черниговская, мальчиков нужно обучать в прохладном помещении, и чтобы они минимум каждые полчаса вскакивали, бегали, что-нибудь делали. А вот девочкам надо, чтобы было тёпленько, уютненько, на стеночках всё красивенько развешано. И пушистенько. И посидеть могут 45 минут. Окей. Так вот. Мысленный эксперимент. Если вы не знаете, какой психотип у человека или у вас самого, то делаем следующее. Вот, Анжелик. Вы в институте. Потоковая лекция. Столпа народу сидит. Вы где-то там сидите, недалеко относительно выхода из аудитории. Преподаватель, который вещает на эту потоковую лекцию, на эту потоковую аудиторию. Сложный материал, серьёзный. Вы сидите, и вы видите, что полка на стенке сейчас рухнет. Она так наклонилась, и вот сейчас рухнет. Будет нехорошо. Ваши действия. Тихо все. Мои. Ваши, ваши, ваши. Я могу сказать, что я по-разному реагировала. Я позволяла ей упасть. Я подходила, молча её убирала или останавливала. Не в прошедшем времени. Сейчас. Ваши действия. Делать, что вы будете. Сейчас я тихо подойду и поправлю. Молча сядю. Хорошо. Спасибо. Так. А ваши действия? Я в кровь сейчас полка выпадет. Так. Окей. А ваши действия? Ну, первое, что на мук пришло, когда вы это говорили, я бы, наверное, встала и пошла и убрала, наверное, вообще сняла. Замечательно. Значит, знаете, что у нас сейчас было? Ну, я бы, в общем, я рад так делала и так делала. Ну, наверное, я бы… Я бы всем сказал… Так. Сейчас упадет полка. Ну, и дальше что мы сказали бы? Я бы тоже… Я бы сказал, что упадет, надо делать. Я бы начну. 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 Да. Все правильно. Так. Вскочила, побежала, поймала полку, схватила, да? Угу. Значит, давайте разбираться, кто у нас кто. Как вы думаете? По порядку разбираться? Сангвиник. А этот – это кто? Холерик. Почему? А холерик… Хотя нет. Холерик, наверное, побежит. Конечно. Конечно. Значит, холерик бросится все хватать по дороге обратно. А сангвиник как раз даст команду. Конечно. Сангвиник даст команду, восстановит процесс, всех организует, все направит, чтоб все было как положено. А это флегматик? Нет, это меланхолик. Ага. У нас тут… А почему? А потому что флегматик сидит там в углу. И ничего не говорит. И ждет, пока разберутся сангвиник. Пока полка упадет. Меланхолик. Или волк. Не холерик. А меланхолик он сомневается, получается? Да. Я делал по-разному. Я вот сейчас, в зависимости от того, что у Рамиса в данный момент, он вообще не дуэлян. То… Вообще не дуэлян. Вот. Но если, я вас уверяю, если ни флегматик, ни сангвиник, ни меланхолик… Ээээ… Не холерик, ни сангвиник, ни меланхолик не среагируют, флегматик очень спокойно пойдет и тихо все сделает так, как надо. И все будет висеть, держаться, и учебный процесс будет не очень сильно прерван. А вот так в тестовом режиме что такое человек ответит? М? Вот, если бы вы сейчас спросили… А что бы вы делали в такой ситуации? Что бы вы делали в такой ситуации? Скорее всего, дала бы полке упасть. Сказала она, какое-то время подумай. Ну, в конце концов, ну, упадет и упадет. Ну, кого же не убьют, да? Если над головой преподаватель, тогда другое дело. И то еще вопрос, какой преподаватель. И хочется ли домой? Да. Вот, интересно. Вот, то есть мы смотрим на то, что говорит человек, и мы смотрим на то, как говорит человек. Да? Давайте запишем. А? Он потом скажет. Но если молчит, значит, фигматик. У меня очень-очень близкий друг, очень близкий. Я уже десять лет его знаю, и мы с ним так это сходимся-расходимся-сходимся-расходимся, потому что я холерик, а он фигматик. И я так… И нулевая реакция. И нулевая реакция. Все, я уже это, я уже ушла. Потом проходит время. Опа! Результат. Никогда не забуду момент, когда я, вместо того, чтобы хлопнуть дверь и уйти, значит, уже научившись, что реакция там где-то происходит, она просто придет потом. Я замедлила свои процессы. И сказала, высказала там все, что высказала. Дала процессу свариться. Сказала, ты знаешь, можно, в принципе, обговорить эту ситуацию. Гипотетически. Да. Прошло к этому. Вот. То есть, понимаете, большое количество конфликтов возникает просто из-за того, что мы не понимаем, что происходит в голове у нашего партнера. А так про рук-тест, про полку. О! И сразу все понятно. А на 10 стакана так же работает? У детей так же работает? У всех работает. Но только ребенок не очень хорошо себе представляет, что такое потоковая аудитория студентов. А как ему лучше преподнести? Садик? Школа? Ваш? Нет. Нет. С детьми, ну, предположим, на самом деле с детьми это вообще очень видно, потому что они еще не испорчены цивилизацией. С детьми достаточно это наблюдать немножко. Да, просто запустите ребенка в комнату с игрушками и посмотрите, что будет происходить. Как он будет себя вести. Ну что, мы делаем небольшой перерыв, запускаем новоприбывших и продолжим с вами, сейчас у нас 8. Продолжим с вами где-нибудь через полчаса наши шалости. Субтитры создавал DimaTorzok